Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И, видимо, эта ситуация может принять достаточно плачевные последствия И именно в связи с этим, учитывая то, что нас смотрят во многих горных районах Учитывая то, что в нашей республике достаточно много людей, которые имеют и домашний эскот Как реагировать, что делать в этой связи, я думаю, будет полезно узнать многим из нас И в этой связи, сотрудник Магомедович, скажите, пожалуйста, вы подняли эту тему бурцеллеза И только ли бурцеллез как проблема существует на сегодняшний день? Знаете, Мухаммад Расул, там меня пригласили как человек на своем месте Там просто был о домашних животных разговор Домашние животные, сельскохозяйственные есть просто домашние животные А вот там общий об ветеринарии, еще раз говорю, как пренебрежь, как избегать заболеваний, которые переходят к людям и так далее Там эфирное время не хватило, за 40 минут мы на общих остались, не раскрыли тему бурцеллеза Потом, после этой передачи, очень много было звонков, адрес меня, понравилось, еще бы хотели они поднять вопрос про ветеринарию То есть о болезнях, которые могут переходить от животных к человеку С этой целью, с этой целью, я более 40 лет работаю в ветеринарии И можно сказать, опыт практикой, конечно, не занимать Я бы мог делиться своим опытом И не только было бы очень полезным по всей республике По всей республике услышали голос, услышали ветеринарную службу, как работает, что надо делать Люди, которые имеют животных, но, к сожалению, не все понимают, какую представляют опасность больное животное Есть у нас академик, я вначале вам говорил, академик по ветеринарии и по гельминтологии, он вообще-то и медицине Академик Константин Иванович был академик Константин Иванович Сграбин Я помню еще, будучи студентом, его слова Если идет процветание экономического развития, материальный достаток, массовые оздоровительные мероприятия И экономические процветания не дадут положительных, эффективных результатов Если в стране имеется неосведомленность, то есть незнание С этой точки зрения я хотел поделиться сегодня, что необходимо знать людям Предупредить недуг Бруцеллез, потому что Бруцеллез, я не говорю, какие он убитки приносит и в республике, и в нашей Российской Федерации Какие большие убитки он приносит? Я буду только констатировать, что дело в том, что печально, люди болеют Ладно, экономический... Неужели в 21 веке мы еще не научились как-то локализовать те или иные болезни? Я понимаю, что они существуют, они имеют место быть, но сегодня 21 век И как у нас получается так, что реально вспышка и эпидемия может как-бы... Снова и снова... Снова и снова, да... И в этом я скажу... Ну и светские законы, законы ветеринарии там, конституционные законы, Ладно, перенебегают, но ездят по шариату, заведомо, зная, больную поголовью, продают... Вот в чем беда... Ветеринальные специалисты исследуют поголовье, под сараем, очень трудоемкая работа... Очень трудоемкая работа... Представляете, это не кабинетная работа, это заходить в сарай, потом... Притом очень трудоемкая, в каком плане и опасная работа... Не знаешь, какой нрав у животных... Часто бывают переломы, часто бывают, наступают и так далее, и так далее... Травмируются... Это какие животные, как правило, болеют? Это крупный рогатый скот, это мелкий рогатый скот? Это... Все сельскохозяйственные животные, крупный, мелкий рогатый скот... Ну, свиней у нас нет, лошади... И даже и собаки, кошки болеют... Ну, мы, нашему этому... Кошки, собаки же не используют, как их... Как их продукты... Да, понятно... И поэтому... Основной разговор будем вести... О рогатом скоте... Крупной и мелкорогатом скоте... Вот откуда мы заряжаемся... От чего мы заряжаемся... Ну, что надо обивателю... Вот имеет корову... Что надо ему... Что необходимо знать... Во-первых, в течение года... В течение года он обязательно должен исследовать корову... На наличии этой болезни... Исследовать так корову можно... Рады, обоими руками за... Ветеринары есть в шаговой доступности, скажем так, в районах и так далее, в селах... Которые специалисты, которые реально вот... Определенным требованиям отвечают и которые разбираются в этом вопросе... Вся республика обеспечена ветеринарными специалистами... То есть дефицит этих специалистов... Дефицит в том, что... Пренебирают... Некоторые знают... Уже люди знают... Если выделить животное... Если появится больное животное... Медленно надо его резать... Ликвидировать... То есть корову надо превратить в мясо... Они этого не хотят... Они знают... Проявление этой болезни... Вот как проявляется эта болезнь... Опять-таки... Ну, может быть, ветеринар проходил там... Ради бога, никаких вопросов... Может быть, специалист заходил... Может, какие-то профилактические мероприятия проводились... Они заходили в сарай... Они исследовали животное... Но животное... Он же не ежедневно заходит... И не еженедельно... Так... Как проявляется эта болезнь... Чтобы человек понимал... Что есть определенная симптоматика и признаки... Первое... Первое... Животное... Первый признак животных... Корове абортируется... Это первый сигнал... Сама корова... Абортируется... Абортируется... То есть... Викидиши... Замечается... Викидиши... Среди дуиного стада... Это первый признак... Потом... Если даже никаких признаков нет... Граждане или владелец животных... Он обязан исследовать корову... С какой частотой? Да? С какой частотой? Если... Чем... В году раз это обязательно... Если он два раза... Три раза... Чем раньше исследует... Чем раньше выявит... Тем лучше... Не дать корове дать распространять эту заразу... Ну вы поймите... Когда человек болеет... У него есть температура... У него там какие-то упомляемости... И так далее... Я все-таки хочу... Чтобы человек понимал... Ну я же говорю... Ну может быть он не исследовал корову... Может он просто приобрел сейчас животное... Или собирается приобрести животное... И не знает что... Может есть какие-то явные признаки... Которые дадут сигнал... Подадут что... Может болеть животное... Так определить... Единственное... Так определить животное... То ли там овца... То ли корова... Определить почти невозможно... Внешне больные животные не проявляют... Единственное... Вот аборты... Выдают их... Внешне проявляют... Единственное... Определяют ветеринарные лаборатории... И в Махачкале... И во всех районах доступны... Есть такие районы... Где имеются... Если даже не имеются... Есть республиканская лаборатория... Здесь... В этом нет... Есть... Единственный метод выявления животных... Только лабораторный метод... А другой способ... Потому что болеет... Самый хороший... Самый дойный стадо болеет... Видимо этот микроорганизм... Микроорганизм... Самый бруцелла... Вот этот микроорганизм... Проявляется в двух формах... Двух формах... Он полочковидная форма... И коковидная... И ведет... Затаивается иногда... Здесь... Есть... Он... Болной человек... Если... Больной человек... Он... Он... В году раз... Обязательно! Ложить в больнице... Польного выздоровления... Медицины тоже нет... При больной животных... При больной slowedе... Животных лечению тоже не подлежит. Вот в чем беда. Больных животных лечению не подлежит. Но опять-таки, вот эта процедура распознавания... Единственная ветеринарная лаборатория... Вот ветеринарная лаборатория. Хорошо. Понятно, что так или иначе, люди, сельские жители, это люди, скажем так, они не олигархи, правильно же? Совершенно. Насколько эта процедура, она, скажем так, затратная? Нет, она, можно сказать, почти... Нет, государству 18-20 рублей одно исследование. То есть, за врачу, за то, что он пришел домой, так набрал материал для исследования, это ему государство платит 20-25 рублей, не более. Вот обходится. Исследование бесплатно. Ветеринарная лаборатория бесплатно исследуется. Куда люди должны обращаться? Люди должны обратиться местному ветеринарному специалисту, чтобы он отобрал материал в виде крови. И в пробирках этот материал, кровь, посылает, он наличие доставляет его в ветеринарную лабораторию. Еще врач сам не знает, ветеринарный врач еще сам не знает, из 20, из 100, 200 проб, какие же там, от какого поголовья... То есть, какая корова, какой животный болит? Он еще сам не знает. Как долго ответы получаются? В течение недели, в течение недели уже хозяин будет знать. Они знают прекрасно, что в ветеринарной лаборатории прекрасно знают, что они решают судьбу коровы. Если сомнения вызывают, они переставляют, еще и еще раз исследуют. Но есть еще один момент. Если они выявили это животное, потом начинает хозяин обратно повторно исследовать. Если повторное исследование запрещается, не поддерживать животное повторным исследованием. Почему? Дело в том, что ветеринарные лаборатории ищут не микроб, не возбудитель, а вот что он натворил? То есть, антитела против него. Поэтому эти антитела не всегда могут... Эти реакции... Эти реакции могут не всегда показать, что они проводят эти реакции, биологические реакции, сирологические реакции проводят в ветеринарной лаборатории. Но не всегда они улавливают вот эти антитела. Поэтому раз уже нашли одно время, обратному не подлежит повторному исследованию. Это запрещено. Некоторые умудряются... То есть, раз, если я правильно... Я прошу прощения, Сатурин Магомедович, просто я задаю вопросы, которые могут возникать у наших зрителей. Если определился, скажем так, этот вирус подтвержден, да? Он получил подтверждение. Где вероятность того, что ошибка не собрала? Микроорганизм, не вирус, так. Ну, микроорганизм. То есть, он есть. Где вероятность того, что там ошибка не совершена? Люди же поэтому хотят перестраховаться и еще раз, знаете, как бы определить. Потому что, вы понимаете, предположим, одно дело, если это ферма, да? Достаточно большое производство. Одна-две коровы, они там, ну, как-нибудь переживут. Другой вопрос, что у людей, может быть, это одна-единственная корова. И сейчас, понимаете, есть определенные шаги, которые надо предпринимать. И, как вы говорите, они решают уже судьбу коровы и судьбу, в том числе, своего семейного бюджета, может быть. Это совершенно правильно. Совершенно правильно. 50% семейного бюджета есть, категория людей, только зависит, да. Это вы правильно подняли вопрос. Есть единственная кормилица, допустим, где приносит доход, вот корова, продукты от вот этих животных. Вот. Я понимаю, но инструкция не позволяет, раз уже вероят, они в ветеринарных лабораториях сомнений не вызывают. Вероятность ошибки какая? Вероятность ошибок 0,5-1%. Хорошо. Вопрос перед тем, как мы выйдем на рекламу. При варке мяса кость посинела. Можно ли есть это мясо? Кость посинела. При варке мяса? Посинела. Можно-то есть посинела. При варке, подожди, это относится к нашей теме? Ну, я не знаю. Просто человек задал вопрос, он может быть как бы... Причине... Надо знать в свежем виде, как он выглядел. А, да? Совершенно правильно. Мы не обязаны отвечать на вопрос. Надо посмотреть в свежем виде, как, потом при какой... А кипятят, допустим, какая вода была. Это много причин бывает. А, ну все, тогда как бы... Просто человек, возможно, спрашивает, является ли это предпринимателем. Если бруцелез, допустим, моментально, за секунды при кипячении, этот микроб, микроорганизм уничтожается. За секунды. Если за 70 градусов, при 70 градусах, 10 минут достаточно этому микробу уже, как говорится... Вот об этом мы как раз поговорим после рекламы. Уважаемые телезрители, мы прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами и потом продолжить тему. Сегодня у нас в гостях Тимир Султанов Садрудин Магомедович, начальник ветеринарной станции Киевского района. Города Махачкала. Города Махачкала. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Друзья мои, мы продолжаем. Это онлайн-диалог, в рамках онлайн-диалога «Открытый разговор». Наш сегодняшний гость Тимир Султанов Садрудин Магомедович, начальник ветеринарной станции Кировского района города Махачкала. Мы сегодня говорим о бруцелезе. Садрудин Магомедович, я, в принципе, задал вопрос, прежде чем мы вышли. Ну вот, на самом деле, корова одна единственная кормилица в семье, скажем. То есть, ну, она, определенный бюджет семьи, как бы, составляет. И вот эти молочные продукты, все. Теперь выявляется вот этот микроорганизм, подтверждается... Бруцелла, больной. Да, при лабораторных исследованиях, что теперь делать? Ну, зная, что животное болеет, конечно, категорически надо избавиться от него. Но в семейном бюджете хозяин, владелец, кормилица не все теряет. Во-первых, мясо можно спокойно продать без ограничения. Мясо 70% восстановит корову, 70%, если 60%, 70% восстановит. Ну, потери здесь будут, конечно. Если хозяин продаст его, как корова, она дороже. А вот мяса от него не так уж много получит, что он от мяса. Потом, что еще? Ну, хозяином столько может принести печали, вреда, греха, если оставит. Мало что-ли в жизни бывает. Гости могут приходить, если сам хозяин, если еще здоровый, допустим, или больной. Гости могут, они могут угощать других. В случае... Угощать чем? Молоко. Молоко. То есть через молочный продукт она передает... Совершенно правильно. Молоко, сыр, блин, это через молочный продукт. Хорошо, молоко, имеется в виду, если в сыром виде оно дается? Совершенно правильно. В сыром виде, кипячение. Кипячение? Кипячение. Хорошо, исключим молоко, так или иначе оно кипятится. А сыр и сметана, получается, все. Есть реальная возможность заразиться, есть шансы заразиться. Какие последствия при этом для человека? В чем опасность? Чем опасна? Человек, во-первых, медицина, инвалид. Ну, медицинской точки зрения, я когда бывал у больных, у меня расследование ввел, как заразиться, от чего заразиться и так далее, медики сообщают нам, исключить откуда что заразились граждане. А мы сообщаем, когда выявляем больных животных, медиков, мы контакты работаем. И вот, когда бываю в больнице, я жалоби на что бывают? На суставе, общее ухудшение состояния, настроения не бывает. Потом сутки появляется ремитирующая лихорадка. Что за лихорадка? Значит, временами поднимается температура, временами нормализуется. А есть еще гораздо патогенными, гораздо заразные овечьи бруцеллезы. А там уже сутками, сутками температура. Поэтому я бы выбрал не семейный бюджет, в данном случае не полностью семейный бюджет он влияет. Там может 20-30 процентов, остальное это коровы на мясо и так далее, и так далее идет, продает, можно продать мясо. Поэтому выбрал бы из них, сейчас в современном, нынешнее время голоду наверняка не дадут, и соседи не дадут. Так что здесь этот вариант, что из-за того, что ничего есть, да, есть люди, конечно, очень в натянутом состоянии, но содержать корову, содержать больную корову грех. Я это заявляю, если даже кушать у него нет, грех. Может послужить причиной заражения других соседских животных. Вы представляете, Маммарасу, целый день корова пасется, а там и бички, там больше шансов заразиться. Одна голова может все лето заразить, чуть ли весь гурт. Бички-то свободно не гуляют, они прыгают. Вы скажите, пожалуйста, вот животных, теперь их как-то надо убрать куда-то, то есть не выгонять никуда. То есть какой выход, здесь уже надо животное резать. Паспищные животные, конечно, они находятся целый день, как говорится, зимой даже у нас в Дагестане, даже зимой находятся на паспище. Редко у нас снегопадов так особо, поэтому паспищи не выгонят, нецелесообразно держат паспищные животные дома, когда можно паспищать. А на паспище есть все шансы заразиться. Вот представляете, иногда нам врачам не удается стопроцентно исследовать. Вы представляете, какой резон исследовать, если 10-20 голов не исследованы в стадии ЕС, и они могут заразить абсолютно здоровых. Вот в чем беда. Вы мне скажите, пожалуйста, то есть никакой инъекции, никакой вакцины для этого не существует? Существует вакцина. Существует вакцина. Она такая дорогая? Нет, нет. То есть не выздоровывать животные? Нет, нет. Это вакцина бесплатна. Пускай, вот я здесь за свои слова отвечаю, вакцина бесплатная. Ради бога, трубители, все инстанции. Вот у нас есть руководство, ветеринарный комитет, бесплатная, штаб 82 называется. Вакцинировать можно. Если трехкратно вакцину получит корова, трехкратно, уже эту корову никогда ничего не заболеет. И не надо даже продолжать вакцина. Куда обращаться? Обращаться в вакцину ближайшей ветеринарной, куда относится районное управление РАС, если не помогает Республиканский комитет ветеринарии. Если сегодня вам нужно, я помогу, допустим, сегодня у меня тоже есть вакцина, в настоящее время. Кому это надо, пожалуйста. Так, а зачем резать тогда корову, если ее вакцинировать можно? Нет, вакцинируют здоровье. Вот разговоры тут, вакцинируют абсолютно здоровье животных. А вот больных животных, я сказал, лечению, вакцинацию тем более не подлежит. Хорошо, у нас время уже начинает поджимать. Что делать человеку? Человеку, когда приобретает, покупает на рынках, требуйте, пожалуйста, справку, свидетельство. В крайнем случае адрес хозяина. Потом, после, как купил... Когда приобретает что, мясо? Нет, когда приобретают корову. Корову. Животные, овцы, корову приобретают. Должна быть ветеринарная справка, что она исследована. Если даже это имеется, в новом месте обязательно в течение 30 дней карантинировать, то есть еще раз исследовать. Во избежание может обманули тебя. И в крайнем случае, хоть адрес, у кого какой-то паспорт потребует и хозяина, таким расчетом, если найдем эту болезнь, если установить, вернуть ему обратно, чтобы мы знали, куда нам обратно, кто его приобрел. В дальнейшем при расследовании мы нашли хозяина. У него, может, еще есть больные. Вот скажите мне, пожалуйста, в этой связи, Садурдин Магомедович, я обычный покупатель, который прихожу в магазин и покупаю мясо. Так. Соответственно, ну, после того, как я вас послушал, у меня есть, скажем так, определенные опасения по поводу того, что, ну, а вдруг мне теперь попадется мясо, которое заражено. Какие шаги мне позволят? Магомедович, я понял. Магомедович, практическая сторона. Мясо, мясо, вы ничего не можете. Мясо, если по другим болезням, тоже мясо должна пройти ветеринарную экспертизу, печать должен быть. Молочные продукты тоже должны быть пройти, вот это, как говорится, ветеринарное освидетельствование. То есть, вот это на молоко, на продукты, молочные продукты дают, дают справки, что они прошли. А как они дают? Пришел 150 рублей, оплатил там, они прямо там. Ну, это уже другая сторона. Будьте умны, не требуйте, пожалуйста. У меня скоро выйдет хороший плакат, где все вопросы освещения. И еще что я хочу, не теряя наше эфирное время. Вот некоторые, я корову сдал, все. Ну, остается же молодняк, приплод. А приплод – это будущая корова. Не подлежителен для воспроизводства. То есть, наука говорит, для воспроизводства этот приплод не годится. То есть… У нас минута. Так. У нас минута осталась. Что это значит, Паморозов? Откармливать – издать на убой. Откормить его, то есть, разрешается откормить – издать на убой. Но для воспроизводства стадов категорически запрещается. Этот микроорганизм тлеет. Она чем опасна? Я почему и сюда пришел. Это один из таких микроорганизмов. Постоянно мучает, тлеет. Иногда, и как говорится, в организме утихает, снова появляется. Он этими опасен. Представляете? Переобретает хронический вид. Вот бывает, в острой форме редко. Он превращается в хронический. Мучает людей и животных. Понятно. Сатурдин Магомедович, вам огромное спасибо. Видно, что вы болеете этой темой. Имеется в виду, и хотите все-таки обратить внимание на эту проблему. Я думаю, это наш не последний эфир. Я вам просто это гарантирую. Я тоже, Мухаммедович, хочу от священного менеджера, от священного дивиденда. Я, допустим, нет у меня чем-то людям, единственными знаниями. Вот хочу знаниями поделиться. Какой у меня 45 лет стажа, это значит, зря не прожил. Я хочу передать свои знания, чтобы хотя бы я одного человека могу предупредить. Представляете, какие дивиденды я набираю? Я думаю, вы сегодня предупредили ни одного человека и посредством нашего прямого эфира, и посредством того, что это в соцсетях тоже будет распространяться. Поэтому вам огромное спасибо, что вы сегодня пришли. С нами сегодня был Тимир Султанов Садрудин Магомедович, начальник ветеринарной станции Кировского района города Махачкалы. Мы говорили о Бурцулезе, к этой теме. Друзья мои, я обещаю, мы еще вернемся. Вам огромное спасибо, что пришли. Спасибо, Мухаммедович, спасибо, что меня нашли. Спасибо. Ассаламу алейкум, арахматулах. Алейкум, ассаламу, арахматулах и таалах в баракату. Спасибо.